Израиль начал самые масштабные за несколько последних десятилетий военные учения. Они проходят у северной границы. И большинство экспертов полагают, что это своего рода способ устрашения. Кого предупреждают? Таким образом, расскажет Сергей Ауслендер. Гражданских предупредили заранее, без крайней необходимости в определенные районы не заезжать. На голландских высотах круглые сутки гремит канонада. Там отрабатывают сценарии возможной войны. Десятки тысяч солдат, сотни танков и бронемашин, самолеты, вертолеты. Это самые крупные маневры израильской армии за последние 20 лет. По замыслу учений, со стороны Ливана и Сирии началось вторжение террористов. На границе захвачен крупный поселок. Много убитых и заложников. Террористы при поддержке Ирана запускают по израильской территории тысячи ракет. На границе идет ожесточенное сражение. Армия сначала должна отразить нападение. Есть угрозы. Изменилась оперативная обстановка на севере страны и на юге наших северных соседей. Поэтому, естественно, и мы должны быть к этому готовы. Поэтому разные подразделения ЦАЛа проходят слаживание и готовятся к разным сценариям. Места эти военным хорошо знакомы. В 2006-м армия вела в Южном Ливане тяжелые бои с отрядами Хизбаллы. Ошибки того времени учли и теперь никто не собирается долго раскачиваться и тратить время на длительную и кровопролитную кампанию, чтобы такой ценой купить несколько лет спокойствия на границе. В Генштабе говорят, сразу после нападения ударят по террористам с такой силой, что те просто не смогут оправиться. Неважно, кто это будет. Хизбалла, Сирия или какая-то третья сила. Главное беспокойство у израильского руководства вызывает растущая экспансия Ирана в Сирию и Ливан. Там с помощью иранских специалистов строят заводы по производству ракет. Так что самые масштабные за последние 20 лет учения – это недвусмысленное предупреждение Тегерану, что Израиль не будет спокойно смотреть, как он вооружает его врагов. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.